Исходя из умозаключений некоторых политологов о том, что российские военные, генералитет, например, или низшие офицерские чины не в захвате, не в восторге от полно или неполно масштабной войны, вторжения в Украину. Из этого следует, что хотел бы аналитически, насколько у российских военных остаются еще остатки мозга и логики, не то что так бы обратиться, но дать представить им простую логику, простое наблюдение жизненное, которое они могут сами сложить как два плюс два. Конечно, не хотелось бы, чтобы это выглядело, что какой-то УКР, потенциальная жертва нападения этих военных под, так сказать, командующим Путиным, потенциальная жертва, пытается морализировать этих военных, чтобы там или просмотры были, или чувство жалости у них возыграло. Нет, абсолютно, чтобы у них просто логика сработала на этот счет, на счет нападения полномасштабного на Украину. Вот смотрите, целовали ли ручки тысячи-тысячи быдломассы на России военным, российским? Нет, не целовали. Пофигу ли или не пофигу какому-либо Петрову, Иванову, Сидорову, что Украина, военному чину, высшему сословию или офицерам, что Украина вступит в НАТО или не вступит в НАТО? Пофигу им, ну, конечно, пофигу, нафиг им вообще эти заботы, у них заботы другие. Значит, это нужно только Путину, потому что ему целовали быдло биомасса ручки на России, ну, в России. У него азарт к Украине и к геополитической игре на международной арене, там, в Европе, или Меркеле, там, Орбане, Макроне и тому подобное, кренделя и крендельши. Друзья есть в друзьях, в игре дружеской, этим военным, российским. Ну, нет, конечно, они их не знали, и трижды лет не собирается их знать, each other, один другого. То есть им на это пофигу, ну, наплевать. Но зато они прекрасно знают, что такое АУЕ, что такое криминал на России, что такое уркогатина, что такое бандиты, блин, что такое коррупция, которая бьет по ихним семьям, не только главнокомандующим и тому подобное, которые живут уже давно на Западе, а по более низшему сословию военного в России. То есть урки вымогают с военных атомоходов, где там, в Владивостоке или еще где-то, бабки, блин. И не просто там казачьи, цыгане, бабло, а системно рэкетируют. Потому что кроме в глубинке, кроме военных, никто так деньги не получает, кроме урок и мафии. А также среднее, низшее или даже высшее сословие не принимают в Китае с почестями. С одной только целью, чтобы продать как можно больше территорий вплоть до Европы, до Санкт-Петербурга и тому подобное. С Уралом, со всеми-всеми-всеми. Потому что россияне не понимают, что такое работать, блин, спустя рукава в России, а что такое работать при Китае. То есть они будут сдыхать на работе и будут работать, блин, за херню деньги. То есть такой лапы, как сейчас, уже не будет никогда. Тогда, когда юридически Россия станет Китаем, уляжет под Китай. Чем геополитически, до чего и проводит, стремится Путин. Через самую продажность. Через то, чтобы не отдать власть. То есть, получается, чем больше российские военные вторгаются в такие страны, как Украина, которая сама еле-еле душу обтели, избавилась хоть как-то от непосредственной прямой уркогатины Януковича, шапкозбивателей, ауэщенков и тому подобное. Не до конца абсолютно избавилась. Масса этих олигархов, масса чисток нужно произойдить, блин, и тому подобное. Потому что мы же христиане, мы же... У нас же идея, идея христианская. Поэтому мы стремимся к чистоте жизни своей, быта и тому подобное. Поэтому мы изгоняем уркогатину, чтобы быть вместе рядом с Европой. Чтобы она нас защитила, чтобы ауэщенки уркогатина нас, ну, не владели нами. Тут достаточно взять попов, которые... Ну, воры, поп-вор, который во Франции сидит, от воров, от ворюх делает церкви во Франции и рассказывает, что, блин, ну, сами послушайте. Милый господин решил перед Богом узаконить мою жизнь. А потом господин мне говорит, ну, почему у вас церковь в таком плохом виде? Ну, потому что нет средств, чтобы чинить. Очень просто. Когда я взял номер счета у владыки и перевел, где-то около... Получилось где-то около 600 тысяч долларов. Естественно, у владыки Варнавы сделали обыски. Ну, такой дикий обыск. Дерев, брутально, варварский. И, конечно, их забрали в кутузку. Во Франции вы не можете принимать деньги, если вы не знаете происхождение денег. Но, простите, по Евангелию, да правая рука не знала добро, которое делает левая. Но эти деньги, как мы видим, они инициировали то, что мы выиграли все суды. И сегодня мы можем говорить о том, что это русский храм. И вот, с Божьей помощью, мы с тобой должны многое сделать. Купола будут золотые. Мы хотим этот храм сделать в наседание все, что русские возвращаются. С Божьей помощью. Обнимаю всех. Спасибо вам. Вот по Каннскому храму. Об этом узнал Путин. Он дал команду. И мне дали индульгенцию, что мы надо, мы вам дадим любые бумаги с России. Потому, что они понимают, что я сделаю это искренне. То есть, попы, воры с России во Францию. И эта идея, идеология, они уже подмяли под себя даже постулаты христианства. Библию даже. Вот до чего доходит. То есть, и народ такой, который обцеловывает ручки. И сами люди такие. Потому, что и надеяться больше ни на кого. Ни на набальных, ни на тому подобное. Поэтому, ну, единственная надежда явно на военных, расистов. Что они все-таки скинут Путина и его шайку преступную банду. И кому-то отдадут эту власть. Ну, по крайней мере, ну, они понимают, что так дальше жить нельзя. Нельзя. Потому, что их семьи или превратятся в китайозу, они в вечное будут прокляты потом. Или превратятся в рабов, ауестников и уркогатин. Не то, не то, не лучший исход для России. Народец, к сожалению, опущенный политически, так же, как и на Беларуси, в России. Оружия нету народа. Сам он тупой, глупый. Он готовый только ботинки целовать, блин, баринам, баям, батыям, ордынским и тому подобное. Поэтому не на Украину надо идти, а на Кремль прежде всего, чтобы спасти себя. И смотрите, россияне, как Путин легко опустил вас в вашей же криминальной культуре. Он с Солковой, Бензляцкой и тому подобное. Он говорит, что даже Кадыров стебается и не боится стебаться со стольки миллионным населения России. Называя их, прикалываясь, что каждый россиянин платит в оброк Кадыровской Чечни по 10 тысяч рублей или баксов. Кадыров стебается со всей России. И он не боится стольки-то миллионную Россию. Хотя боевики его, обосравшись на Донбассе, текали от нескольких сотен добробатов наших украинцев, харьковчан, от батальона слабожанщины, которые их погнали, которые не стали там проливать свою кровь из-за Путина. А тут он стебается со всех россиян. Так как обложенные данью, как при Невском, собирала Орда, так и сейчас Путин помогает этой Орде своей криминальной. Собирает со всех россиян, а они молчат. Они как пушечное мясо криминала. Идут молча, повинуясь этой быдли. Какой позор, низость и недостоинство. Из-за этих россиян дед мой погиб под Сталинградом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok